Хоп-хоп-хоп! Здорово, пацаны! На связи оператор, операторишка Дмитрий Панов, непрофессиональный оператор. И сейчас хочу какие-то подвести итоги недели моего ведения телеграм-канала оператора Дмитрий Панов. Для меня это что-то новое, я абсолютно вообще не ориентируюсь, что здесь происходит. Я не понимаю, что нужно делать здесь, потому что если на ютубе я выдавал контент там раз в какой-то период времени, там неделю или иногда там два раза в месяц, иногда там раз в три дня, потому что на то, чтобы собрать видео на ютубе, уходило несколько дней, нужно написать там сценарий, придумать тему, снять это, смонтировать наконец-то, там вставить какие-то фишки и все такое, то здесь в телеграме все совершенно по-другому. Здесь я могу делать несколько постов в день, здесь могу делиться какими-то быстрыми бэкстейджами, быстрыми советами, которые пришли в голову, и это невероятно удобно, прикольно. В общем, пока что мне это нравится, но я не понимаю, кто меня смотрит, поэтому прямо сейчас те, кто смотрит меня, например, с ютуба пришел, маякните срочно в комментариях, нужно вам это или нет. Такая философия у меня всегда была, если, короче, меня будут смотреть хотя бы один-два человека, и я буду им полезен, я буду продолжать делать контент, потому что сейчас мы живем в удивительном мире коммуникации, но, тем не менее, информации остается по-прежнему мало, все закрыты, никто не хочет ей делиться, но вот у меня совершенно наоборот. Сейчас 268 подписчиков на сегодняшний день, сегодня воскресенье, каналу ровно неделя, и я уже выпустил тут что-то сколько-то постов, не знаю, есть какие-то отклики, обратная связь, но мне хочется понять, смотрят ли меня видоки вообще, монтажеры. Здесь я буду делиться с вами какими-то своими заметками операторскими, советами по монтажу, советами по съемке, какими-то подборками фильмов, музыки для монтажа. Я очень много слушаю музыки, очень много смотрю видео, и мне есть что вам рассказать. Если это тебе интересно, вот прямо сейчас напиши об этом мне в комментариях, чтобы я мог получить какую-то обратную связь, потому что, ну, делать в пустоту что-то, конечно, не хочется. Я смотрю, что там есть несколько человек с ютуба, мне очень приятно, что вы перешли с канала сюда. Ютуб не загибается, я сейчас подумаю, что с ним делать. Телеграм-канал приколен тем, что в перерыве между проектами я могу выкинуть что-то там сверхбыстро, например, свой любимый плейлист, там, свой любимый документальный фильм, какой-то быстрый совет по Final Cut, если тебе это интересно, какой-то быстрый совет по съемке, хотя кто я такой, чтобы раздавать советы, я ведь не профессиональный оператор. Поэтому прямо сейчас напиши в комментах. Во-первых, поделись каналом со своими друзьями, корешами, операторами, монтажерами, пускай они тоже подписываются и смотрят. Дай мне обратную связь в комментариях, пожалуйста, напиши, интересно тебе это или нет, или ты хочешь продолжать ждать месяцами видео по Final Cut на YouTube, как сделать 6 советов за 60 секунд, или что я там такое делал, угорал. Было прикольно. Ну, чувак, на это реально он уходит много времени. Чтобы сделать такой короткий видос, который длится одну минуту, у меня уходил за 60 секунд. Блин, ну целый вечер у меня уходил на это, часа 4-5. Одну минуту, чтобы выпустить, прикинь. А в Телеграме все проще. Записал, выложил, хоп, посмотрел, все полезно, все круто. Поэтому вот, оставайся. Ничего, рекордер-то вообще включил, нет? Оставайся, в общем, смотри и, если что, спрашивай вопросы, задавай. Какая-то появилась дополнительная группа, оператор говорит, типа, это для того, чтобы было какое-то обсуждение. Надеюсь, ты понимаешь, потому что я в Телеграме вообще ничего не секу, но, надеюсь, тебе будет интересно и полезно. Поэтому оставайся, короче, и продолжай смотреть. Давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok